Полиомиолит является инфекционное заболевание, вызываемое вирусом. Вирус живет в горле и кишечнике зараженного человека. Чаще всего передается через контакт с калом больного человека. Вы также можете получить его от капель, если зараженный человек чихает или кашляет. Он может загрязнять продукты питания и воду, если люди не моют руки. Большинство людей не имеют каких-либо симптомов. Если у вас есть симптомы, они могут включать в себя повышение температуры, усталость, тошнота, головная боль, гриппоподобные симптомы, ригидность затылочных мышц и спины, и боль в конечностях. Несколько человек будет парализовано. Там нет никакого лечения, чтобы обратить вспять паралич полиомиолита. Некоторые люди, которые уже были полиомиолит развивать постполиомиолитным синдромом, ППС, лет спустя. Симптомы включают усталость, новая мышечная слабость и мышечные и суставные боли. Там нет никакого способа предотвратить или вылечить ППС. Вакцина против полиомиолита уничтожила полиомиолит в Соединенных Штатах и в большинстве других стран. Центры по контролю и профилактике заболеваний. В какой-то момент времени, полиомиолит был одним из самых опасных заболеваний в мире, так как это не только вызвало паралич, но и привело к смерти. Эта не новая болезнь не беспокоила людей на протяжении тысяч лет. Полиомиолит является инфекционным заболеванием, которое распространяется от человека к человеку непосредственный контакт с инфицированной слизи, кала, слизи, или при контакте с пищей или зараженной фекалиями с другим инфицированным человеком. Это вызвано очень инфекционного вируса целом, полиовируса, ПВ. Этот вирус размножается в желудочно-кишечном тракте, из которых поражает нервную систему и вызывают постоянные неврологические повреждения некоторых из них. Есть две формы полиомиолита. Меньше против полиомиолита, также называемый абортивный полиомиолит, происходит в основном у детей раннего возраста, и является наиболее распространенным из двух форм. Заболевание протыкает легко, и головного и спинного мозга не затрагиваются. Симптомы появляются через 3-5 дней после воздействия вируса и включают в себя небольшое повышение температуры, головная боль, боль в горле, рвота, отсутствие аппетита, и общее ощущение дискомфорта и дистресса. Майор полиомиолит является большим серьезным заболеванием, которое развивается примерно от 7 до 14 дней после воздействия вируса. Симптомы включают лихорадку, сильная головная боль, ригидность шеи и спины, а также глубокую боль в мышцах. Некоторые люди испытывают временные изменения чувствительности кожи. Мышечные спазмы и склонность удерживать мочу являются общими. Природные и домашние средства для полиомиолит. Мышечная слабость и паралич может быстро или постепенно развиваться с течением времени происходит лихорадок, но паралич не ухудшится позже. Заболевание чаще всего влияет на силу мышц ног. Он также может повлиять на прочность в мышцах рук и живота. Когда полиомиолит влияет на прочность в мышцах шеи, горла, вызывает трудности с речью и глотанием. Самая смертельная форма полиомиолита вызывает слабость мышцы в грудной клетке, необходимой, чтобы дышать. Вирус также может иногда влиять на части головного мозга, которые контролируют дыхание. Когда полиомиолитом развивается затруднение дыхания, они нужны машины, чтобы помочь им дышать. Кориандра семена преимущества Кориандр является специей, которая добавляет аромат к различным видам пищи. Но вы думаете, является хорошим средством для дома полиомиолитом, а? Ну, это, поэтому оживить ваше блюдо с добавлением кинзы на вашей тарелке и защитить себя и свою семью от полиомиолита. Годжи тоник Тоник Годжи не совсем иммунный тоник, но содержит острогалы травы, которые защищают органы от повреждений во время химиотерапии. Черный перец Черный перец не только вкусно приправа, но также является отличным лекарством от полиомиолита. Таким образом, вы можете добавить перец в свой рацион и убедитесь, что это обычная процедура. Физиотерапия Терапия помогает свести к минимуму повреждения парализованных мышц и помочь людям восстановить подвижность, как острое заболевание решает. Лечение паралича зависит от того, что пораженные мышцы. Меры по предотвращению инфекции мочевых путей Если мышца мочевого пузыря обычно не сжиматься, мочевой пузырь не может полностью опустошить. Это может привести к инфекции мочевых путей. Использование катетеров для поражения мочевого пузыря может быть необходимым, а при длительном применении антибиотиков рекомендуется в некоторых случаях. Субтитры создавал DimaTorzok